И вроде того. Без приколов жизнь была бы абсолютно не та. Так вот, джук, может быть все прочие вещи, право сверху в верхнем углу, такого не может быть. Это явно какой-нибудь там, знаете, дети, которые не особо-таки знают правила всего вот этого, знаете. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Вот я бы, если бы смотрел данный видеоролик на вашем месте, подумал бы, что это реклама. И не сказать, что это не так, потому что тут есть реклама Аризона РП. Ну а вообще суть данного видеоролика проекта, о котором тут рассказывается, он, к сожалению, ничего не заплатил. Да и я так думаю, не заплатит. Да и в целом, я думаю, что, ну, я ему не особо интересен. У него там, знаете, какие-то прочие вот эти чуваки там с КРМП. Они такие, знаете, сидят, вот эти вот свои русские машинки там дрочатся, потом на телефон заходят. Там опять вот эти вот русские машинки, русские поля, такие, о-о-о, я там зайду туда, я поеду туда. Вот это вот вся прочая ебень, кому это, блядь, нахуй надо? Вот и я не понимаю, кому это надо. Поэтому, а Блэк Раша мне тут не заплатила, чтобы это доказать. Наверное, нужно сказать некоторые вот такие, знаете, слова. Что-то по типу, ну, Блэк Раша говно, Блэк Раша параша, Блэк Параша, Блэк, вот, все прочие производные вещи. И как вы можете понять, данный видеоролик бы мне уже не оплатили из-за вот всего того, что вот вообще сказано в этом самом начале. Дело в том, что новостей мало, новостей хуёво, новостей не особо много. А ролики по Блэк Раш собирают, ну, знаете, так нормально просмотров. Именно поэтому я решил, что стоит рассказать людям, которые, возможно, играют на всех этих проектах, о том, что там скоро появится новая, там, знаете, азартная игра. Потому что, ну, с ранних лет подсаживать детей на какую-то, знаете, лудоманию, на какой-то азарт, не сказать, что это прям плохо. Потому что потом бы они всё равно к этому пришли, возможно, через несколько десятков лет, возможно, бы они вообще к этому не пришли. Тем не менее, но почему бы им не пофаниться тут, да? Потому что они в этой самой игре поймут, что, ну, типа, азартные игры полная хуйня, полное говно, что туда вообще не стоит соваться. И после всего этого, ну, разумеется, всем всё давно станет понятно насчёт вот всех этих, знаете, азартных игр, насчёт того, что там есть, насчёт того, чего там нету, насчёт того, что там можно проебать все свои деньги и вроде того. Исходя из этого, можно сказать, что Блэк Раш, да и другие вот эти вот, знаете, все проекты, на которых есть казино, на которых есть вот все эти азартные игры. А это, ну, как бы абсолютно все проекты в GTA Sampi, в GTA Sampi на Android, в GTA CRMP, в GTA CRMP на Android и вот во всех, во всех вот этих вот проектах. И то, что они, знаете, могут излечить человека от вот этого вот всего желания зайти и проебать, знаете, бабок в реальное казино. Либо там, знаете, в онлайн казино, во все прочие вот эти вот виды казина, казино и вот всё, чтобы не сидеть такой, а потом такой, ёбаный рот этого казино, блядь, ты чё, дебил, блядь, мудак, блядь. Чё ты карты там вот это вот, ну, сами знаете, вот этот весь прикол, потому что без приколов жизнь была бы абсолютно не та. Так вот, к чему я тут подводил на протяжении, ну, наверное, трёх или четырёх или пяти, да какая разница, сколько я подводил, к чему я всё это вёл? Всё дело в том, что Black Russia, она, знаете, разрабатывает свою вот эту вот всю систему насчёт, ну, азартных игр вот этих вот всех. И оно, они, оно, Black Russia, она будет выпускать, знаете ли, новую вот эту карточную свою игру Blackjack, Black Juke, Juke, может быть, все прочие вещи. И, в целом, если вот, знаете, меня смотреть, если меня судить как какого-то оценщика всего вот этого вот дизайна, который оценивает то, как всё это сделано, я могу сказать, что сделано пиздато. Я бы вот, если бы так зашёл, вот если бы мне дали всё это посмотреть, я бы не видел вот этот вот, знаете, логотип справа сверху в верхнем углу, то я бы даже, ну, я бы даже не подумал, что это, знаете, какой-то вот мобильный проект, что это мобильный проект в КРМП, что это мобильный проект, там, знаете, на Android, на все вот эти прочие вещи. Я бы вообще, я бы не поверил, я подумал, да нет, да вы чё, это какой-то обман, такого не может быть, это явно какой-нибудь там, знаете, Радмир РП, или там Некст РП, или вот эта вот вся провинция РП и всё прочее, и я на всё это смотрю, я могу сказать, что сделано круто, сделано классно, но при этом мы должны понимать, кто играет вообще в КРМП, в Блэк Раш, во все вот эти, знаете, прочие вещи, разумеется, во всё это играют дети, которые не особо-таки знают правила всего вот этого вот, знаете, Блэк Джека, вот этих прочих вещей, которые такие, типа, блин, сколько? Надо собрать 21, а Блэк Джек это чё такое, которые, типа, такие, блядь, а в покер как играть, типа, вот вроде того, но 21, я могу сказать, что это крутая игра, ты такой, типа, сидишь, там, набираешь вот эти вот все, там, карты, потом у тебя там 21, либо у тебя перебор, либо ты там, знаешь, у тебя 16, и ты думаешь, взять, не взять, а если ты возьмёшь, там будет 26, а если ты не возьмёшь, то будет 16, но у дилера тогда будет 21, и ты, типа, такой сидишь, думаешь, сука, а ху ли мне тут сделать-то, блядь, чё мне вообще делать-то на всём этом Блэк Раш, на всех вот этих... прочих вещах, на всём прочем, поэтому, ну, вроде того, разумеется, вы можете высказать своё мнение по поводу Блэк Раш и по поводу всего этого азартного обновления в комментариях, что вы думаете, как вы думаете, нормально ли подсаживать, знаете, детей на все эти азартные игры, на все эти азартные развлечения, в любом случае, потом, когда-нибудь, они бы всё равно увидели, что существует казино, что там есть вот эти вот всякие сайты, рулетки, всё прочее, но, понимаете, казино, оно у нас везде же окружает, заходишь в Доту, там вот эти вот все кейсы, сундуки, все прочие вещи, заходишь в КСГО, господи, не дай бог, там опять вот эти вот все кейсы, сундуки, все прочие вещи, и ты сидишь такой, думаешь, сука, а как же так-то, блядь, ну вот что, куда мне зайти, чтобы не было всех этих кейсов, блядь, сундуков, всего этого казино, чё мне сделать-то? А зайти можно на Аризону РП, не сказать, что тут нету казино, тут есть и прямое казино, тут есть и рулетки, тут есть и все прочие вещи, поэтому, если вы азартный человек, то несколько раз подумайте, но, в целом, вы можете получить капитал для ставок в казино, если зарегистрируетесь на мой никнейм Данте Коннор, если, если ещё зарегистрируетесь куда-нибудь, допустим, по моему промокоду, ноутоксик54, если ещё как-нибудь, регнетесь там, сделаете все прочие вещи, и вообще, знаете ли, у меня есть много социальных сетей, но самое главное моя, не то чтобы социальная сеть, А скорее, такой, знаете, резерв всего того, что я делаю, того, куда я могу всё вот это, знаете, закидывать, все прочие вещи делать, это, разумеется, Телеграм, Телеграм-канал мой, вот, по ссылочке в описании, можете туда перейти, там много всего, заходите, подписывайтесь, узнавайте все новые новости, все новые не новости, и все вот эти, знаете, прочие вещи, увидимся тут же завтра, ну, я не знаю во сколько, всем до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok